Всем привет! Сегодня продолжение моего рассказа о шуруповёрте, у которого сдох аккумулятор. В предыдущем видео я просил совета, очень многие отозвались, и было много комментариев, все они были по делу. Спасибо всем, кто прокомментировал моё видео. Я в поисках трансформатора ТВС-180 наткнулся вот на такой трансформатор у себя дома, неизвестный вольтаж у него был, потому что он был нерабочий. Я его перемотал, отремонтировал первичную обмотку и намотал проводом обычным, вот таким вот, одноожильным, 10 витков. Замеровал напряжение для того, чтобы рассчитать, сколько витков мне нужно для того, чтобы сделать 18 вольт. Как мне советовали в комментариях в предыдущем видео, намотал вторичную обмотку, но в сборе трансформатор, я проверял, конечно, с железом, но не собранный он был полностью. В сборе трансформатор выдавал 24 вольта. Только что я его разобрал второй раз и 12 витков отмотал для того, чтобы уменьшить вольтаж. При каждом разборе трансформатора у меня оставалась одна вот такая пластинка. Еще раз пять разобрать и железа уже не будет. Как у хорошего специалиста, который ремонтирует автомобили, всегда остаются болты, так и у меня. Но я не электрик. Для изготовления блока питания я использовал, сейчас он под напряжением, но я думаю, ничего страшного. Два конденсатора. Не видно. Конденсаторный 250 вольт. В одном конденсаторе две емкости, две по 150 микроферрат. В конденсаторе примерно 500 микроферрат. Диодный мост использовал, диодный мост МВ200 2510 на 25 ампер, 1000 вольт. И вот такой вот еще конденсатор на 4,7 микроферрата, 63 вольта. Все работает отлично. Ну и из алюминиевой пластины сделал такой радиатор, на всякий случай, на диодный мост. Но он абсолютно холодный. Сейчас буду делать эксперименты с замерами. Сделал я еще вот такой вот деревянный аккумулятор. Как же у стулера без деревянного инструмента. Надо столько покрасить. Только не подумав, что я сделал отверстие отсюда. Нужно было отсюда, для того, чтобы попробовать завести две клеммы. Такие сделал. Покрашу в черный цвет. Будет как новый. Деревянного мастера, деревянный аккумулятор. Восстанавливается он сюда отлично. Даже не нужно никаких дополнительных фиксаций. Но при работе, верняка, так будет даже удобнее такое размещение кабеля. Потому что, если в основном вниз или вперед работает шуруповерт, петля это мешать не будет. Если бы заду была петля, она бы заламывалась. Мне кажется, было бы хуже. Сейчас у меня мультиметр стоит на амперах. Будем измерять амперы. Плюсовой провод. Подключил. При нагрузке буду закручивать. Вот сюда буду закручивать. Два бруска на 40. Саморез на 70. Сразу хочу сказать, кто захочет делать из трансформатора блок питания. В такой мощности, наверное, и не нужно трансформатора. А может, лучше с запасом пускай будет. Ставлю на амперы. До 10 ампер. В момент, когда шапочка прячется в дерево, 10 ампер скачок. На холостом ходу около 2 ампер, 1,7 ампер. Достаточно употребляемость нормальная. Теперь вольтаж. У меня получилось, после того, как я смотал 12 витков, получилось около 18 вольт. На холостом ходу выдавал трансформатор. Это переменного тока без этой платы. Так, сейчас на холостом 24 вольта. Но это за счет конденсаторов. При работе шуруповерта без нагрузки напряжение подойдет до 20. Заворачиваю опять этот же шуруповерт на 70. На мой взгляд, отличная работа. Достаточная мощность, так как я ничего более чем... На 70 самореза не заворачиваю. А даже если будет длиннее, нужно будет сверлить сверлом на заготовку. Своей работой я доволен. Осталось только сделать какой-то хутляр. Желательно, конечно, из металла. На всякий случай. Ничего не греется, все холодное. Теперь повоюем. Закончил я свое блокпитание к шуруповерту. Корпус сделан металлический. Ручкой невзрачной. Для меня лично не столь важен внешний вид. Только я выделяю внимание работоспособности и пользе. 3 метра кабеля. Расположение кабеля впереди, мне кажется, будет удобнее. Я уже пробовал. Единственный недостаток, это неудобно ставить. Кабель может мешать. До того, как сделать этот блокпитания, я проэкспериментировал с той платой, которую я вам показывал. С диодным мостом, с конденсаторами. Подключил вот такой вот 18-ти вольтовый у меня на 1 ампер был трансформатор. Ну, и написано 18, здесь 19, но на холостом ходу выдает 19 вольт. Такой вот маленький трансформатор вполне хватает его для того, чтобы уверенно крутиться в холостую. Работает и 30-ку, 25-ку саморез в натяг закручивает. Практически почти до остановки доходит. Я сделал вывод, что если вот такого трансформатора достаточно для того, чтобы закрутить 25-ку, пусть даже очень трудно он это делает, то если бы этот трансформатор был примерно на 3 ампера вместо одного, я думаю, он бы это делал резвее. Это я говорю для того, что если кто-то захочет сделать блок питания и не окажется такого большого трансформатора мощного, то для каких-то маленьких задач, небольших объемов и без большой нагрузки работы, вполне можно обойтись и намного меньшим блоком питания, там, скажем, 3-5 ампер трансформатор где-то найти и вполне будет работать. Ну, на этом все. Шумит, немного шумит, конечно, но вполне... Работать можно с деревянным аккумулятором. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!